Добрый день, Влад, спасибо большое, что нашли время среди тренировок с нами встретиться для того, чтобы ответить на наши вопросы. Начнем сначала, наверное, как бы банально это не звучало. Когда пришла в первый раз в голову идея о том, что хотите стать футболистом? В тот день меня позвал друг, сказал то, что тренер собирает народ 1987 года, моего года, вот, и решил пойти вместе с ним попробовать, посмотреть, что это такое футбол. В принципе, на тот момент ничем не занимался, вот, и до сих пор, как бы... Футбол, как вид спорта, хорошо развивался в вашем регионе? Ну, вот, на тот момент у нас выступал, выступал футбольный клуб «КамАЗ», вот, даже тогда в премьер-лиге шли они, вот, конечно, да, ходило много народа, ну, как много, там, 10-12 тысяч, вот, в принципе, да, там, все пытались попасть на стадион, там, пролазили через эти все решетки, я и сам это делал, вот, ну, а так здорово, что попал в футбол, правда, это был не «КамАЗ», а «Дворовая команда», как бы, ну, ладно, «Дворовая команда» уж не будет говорить, «Дюс ж заря». Кого можете назвать своими вот учителями и наставниками, которые вот действительно вот что-то вложили, что вот именно в голове осталось, что вот в профессиональной жизни потом помогло? Ну, отмечу, наверное, в первую очередь первого тренера детского, который все равно он заставлял тренироваться, тем более у нас не было никаких контрактов, там, просто свободное посещение, вот, и, конечно, там мог каждый не прийти, там, сказать, заболел, еще что-то, а так, в принципе, всем ребятам нравилось заниматься, поэтому их отдельно, к сожалению, не все выросли, но только вот Леша Козлов, я, ну, в принципе, все, наверное, на таком высоком уровне. Владислав, можете вспомнить первую футбольную команду, за которую по-настоящему болели, по-настоящему переживали, и сейчас пристрастия изменились или остались теми же? Ну, конечно, когда там «Спартак» всех обыграл, там «Спартак», ну, «Болел» за «Спартак», вот, а так, как бы, уже потом нравилась игра и «Локомотива», вот, «ЦСК», сейчас уже все мои мысли связаны с «Краснодаром». А на мировой арене футбольной? На мировой, ну, конечно, «Реал», «Реал», да, больше нравится, хотя считают «Барселону» лучше, не знаю, мне больше подышать «Реал». Как в дальнейшем вообще развивалась ваша карьера как футболиста? Сложно ли было или как-то все так легко пошло? Да не, легко, наверное, ни у кого не бывает, конечно, такой интересный этап был, вот, много поездил, ездил и на автобусах, и на самолетах, особенно, когда играл во второй лиге за «Нефтехимик». На сборы ездили на автобусе из Нижнекамска в Адлер по 40 часов, то есть весело было там. На выезд, просто на игру съездить тоже 16 часов, то есть как там люди до Бразилии, до Мексики долетают, а также у нас на выезд по второй лиге. А так, конечно, закалка осталась, поэтому сейчас куда-то там 2-3 часа лететь вообще там ничего не стоит. Город Краснодар вам известен не понаслышке, как было приятно вернуться в этот город? Ну да, уже знакомые лица, знакомый стадион, город, вот, сейчас уже знаю, город маленько побольше, вот, поэтому, в принципе, пока меня здесь устраивает, особенно, конечно, это климат, смотришь погоду, везде холодно, и здесь солнце, жарко, даже сейчас маленько надоело, хочется попрохладнее. Заговорили про стадион, хочется, чтобы уже у клуба появился свой стадион, как-то вот, на ваш взгляд, изменится или от этого вот именно внутренние ощущения, когда вот на поле будете выходить? Ну, конечно, когда свой стадион, это совсем другие эмоции, вот, и я считаю то, что болельщиков тоже прибавится у клуба, вот, и на своей арене, конечно, всегда приятнее играть. На игре, которая была с петербургским «Зенитом», была очень мощная поддержка трибун, на самом деле, несмотря на результат, который была и игра, вот как, вот, когда так поддерживают болельщики, наверное, совершенно по-другому, не знаю, ноги несут по-другому. Ну, конечно, если честно, не ожидали увидеть столько болельщиков, я, правда, не знаю, сколько пришло, сколько там, тысяч 20? Больше 20 тысяч, да. Ну, да, не знаю, мне кажется, пришли там не только поклонники, да, Краснодара, но и Кубани, поэтому все, кто пришли, конечно, да, огромная благодарность, вот, всегда так ходили, вот, остается только нам радовать свою игру и результаты. Как вас встретили в команде, какие вообще первые впечатления остались от этого момента, и как сейчас все происходит? Конечно, я был удивлен условиями, которые здесь, вот, на самом деле, есть у клуба, это база, но, я не знаю, я, ну, много где был, да, на разных базах, но это, конечно, одна из самых лучших, ну, то, что там в России, может, и в Европе, там шикарные условия, тут вообще можно Криштиану Роналду стать такими, там, тренажерными, там, конечно, да, не всегда ходишь, вот, но так условия сумасшедшие, вот, там, река и зелень, поля, там, сумасшедшие. А о самом коллективе, что можете сказать вообще, футбольный клуб Краснодар дружный, веселый коллектив, какой он? Ну, конечно, да, здесь дружный коллектив, вот, поэтому проблем особо никаких не возникло, вот, все ребята дружные, вот, тем более, там, пришли Смольников, Нахушев, то есть знакомые ребята, с которыми раньше играл, вот, ну, и так, в принципе, отношение ко мне было, ну, достойным, вот, я просто сам все такой миролюбивый человек, поэтому, может быть, и сложно не было ни с кем. Хватит, наверное, уже о работе, перейдем к приятному. Как любите отдыхать? Вот, что для вас самый идеальный отдых? Поспать, вот, после тренировок, вот, ну, а так, когда не получается, не знаю, ну, наверное, там, может быть, как-то банальные вещи такие, там, как сходить в кино, там, может, просто, там, сходить, там, в ресторан какой-нибудь там новый, и, тем более, город пока еще новый для меня, вот, вот, а так сейчас планирую заниматься английским. Вот, вчера было первое занятие, вот, пока ничего не понятно, вот, так что, ну, у меня девушка знает английский, а я решил то, что дома буду изучать, то есть быстрее выучить так. То есть английский это уже, да, как можно сказать, хобби такое, ну, хобби, которое нужно, а вот какое хобби, там, не знаю, в бильярд любите играть, там, на рыбалку, по грибы ходить, что? По грибы нет, поэтому, вот, бильярд, да, вот, в американский, вот, сейчас со всеми играю, вроде так, как бы, получается маленько, вот, ну, так, в принципе, да, вот, интересно поиграть. То есть, иногда, да, конечно, там, поначалу, когда увидел эту речку, там, сразу купил две удочки, вот, и с Санычем, там, с ребятами выходили, там, на рыбалку, правда, там, такие вот с ладошку ловили, там, небольшие, мне их жалко, чего, там, не жарят где-то, так что выбрасывал сразу. У меня, в принципе, брат, как бы, хорошо рыбачит, поэтому он меня тоже научил, там, маленьким нюансам, вот, ну, а так, как бы, еще ничего такого достойного так и не поймал, и в итоге, там, мне все обещали, обещали, но пока не получается. Не за горами уже отпуск, то время, которое футболисты, наверное, очень ждут, чтобы по-настоящему отдохнуть, вот, где бы вы хотели его провести? Конечно, хотелось бы побывать в Европе, потому что, там, ну, мало где был, в основном, только там, если Австрия, Германия, то это на сборах, и там, кроме горы и полей ничего не видишь, вот, а так, наверное, хочется, вроде вот, тоже в Краснодаре, я сам все белые, так и не загорел нифига, хочется загореть нормально, вот, ну, и, конечно, тоже, там, не расслабляться, заниматься в отпуске тоже, там. Владислав, приходилось ли вам бывать в Академии футбольного клуба Краснодар, и, если да, то какие впечатления она себя оставила? Первое впечатление, то, что очень много детей, очень много полей, и вот эти одноэтажные, ну, как бы, домики вот эти, вот, корпусы, да, жилые, конечно, да, там, все для детей, вот эти ребята должны минимум потом в Реал куда-нибудь уходить, там, я не знаю, там, Спартак, ЦСКА разбирать, вот, ну, и, конечно же, Краснодару приносить пользу. Если бы у вас такие были условия в ваше время, как думаете, как-нибудь изменилась бы ваша карьера? Ну, сложно сказать, мне кажется, никто об этом не знает, но, конечно, если бы были такие поля, условия, то и пас лучше, может быть, отдавал бы, и там, и думал по-другому, вот, а то тогда полей-то не было, вот, нормальных, вот, поэтому, не, здорово, то, что такие условия. Какой бы совет могли бы дать вот тем мальчишкам, которые сейчас тренируются в Академии футбольного клуба, потому что они на вас все равно смотрят, как на старших коллег, на вас пытаются равняться? Ну, чтобы не ленились, наверное, вот, то есть выполняли работу, ту работу, которую бросит тренер, вот, все-таки тренер виднее, он опытнее, вот, ну, а так, конечно, стараться, даже если что-то не получается, все равно продолжать делать то, что, то, что нужно делать, вот, потому что все равно это, как-никак, любимое занятие, там, ребят, и, тем более, есть условия такие хорошие, и надо прогрессировать, там, в свободное время все есть, ребят, ну, вроде его нету, там, там, трехразовые, четырехразовые, но все равно оттачивать свое мастерство. Ну, и последний вопрос, чего хотелось бы пожелать своей команде, и в будущем, чего бы хотелось добиться вместе с ней? Во-первых, хотелось бы, чтобы болельщиков стало больше у клуба, вот, но без нас это не случится, вот, я считаю, то, что мы своей игрой должны показывать, ну, как бы, заманивать народ, вот, ну, а так, конечно, чтобы стабильно клуб прогрессировал, рос, вот, и, конечно же, попасть в Еврокубки, чтобы приезжали, там, зарубежные клубы в Краснодар, и, чтобы опередили Кубань в этом плане. Спасибо большое, Владислав, будем надеяться, что все ваши пожелания обязательно сбудутся, причем в самом ближайшем будущем. Удачи вам и успехов! Все, спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!